Субтитры подогнал «Симон» Здравствуйте! В эфире программа «Новый день». Сегодня с нами в студии Александра Гайнудинова и Роман Дубровин. И сегодня в новостях... В финал конкурса «Открой свою Россию» вышли три туристических направления Иркутской области. Это байкальский лед, на котором можно увидеть знаменитый чистейший лед с пузыряками, прокатиться на джипах по степям и попариться в сибирской бане. Следующий тур – Байкал без фильтров для настоящих романтиков. Он показывает рассвет на Альхоне, красоту тайги и оставляет у участников сотни фотографий. А также БАМ – от Байкала до океана. Этот маршрут межрегиональный. Начинается в Иркутской области, а заканчивается на берегу Охотского моря на острове Сахалин. В программе тура – горячие источники, самая северная пустыня мира, горы и многое другое. 25 ноября станут известны 30 маршрутов победителей, которые наберут наивысшие баллы по итогам народного голосования и экспертной оценки. Кроме того, Ростуризм выберет проекты, которые будут рассматривать для присвоения статуса национальный брендовый маршрут. Ну а мы продолжаем. Музыкальный фестиваль «Джаз на Байкале» пройдет в Иркутске с 26 ноября по 1 декабря. И станет 16-м по счету. В рамках мероприятия состоится традиционный музыкальный конкурс. Его участники смогут представить на суд жюри свое выступление, а также принять участие в мастер-классах и творческих встречах с известными деятелями искусств. В программе фестиваля заявлен ряд концертов на площадках Иркутска, Шелихова и Улан-Удэ. Гала-концерт состоится 30 ноября на сцене Иркутского музыкального театра имени Загурского. А в гостях у нас сегодня мастер по маскам Вячеслав Прошин. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Вячеслав. Расскажите, почему именно маски? Ну, во-первых, я по профессии театральный художник. И как бы, исходя из этого, в одном спектакле понадобились маски. Это был спектакль «Винни-Пух и все-все-все». Там была найдена такая форма, когда актеры надевают маски, но они не закрывали лицо. И я попытался воплотить. Сделал первые маски. Это был 99-й год. Как долго вы шли к авторскому стилю? Какие, может быть, сложности возникали? Ну, я не могу сказать, что у меня есть какой-то авторский стиль, потому что я делаю маски всегда по наитию. Как мне нравится, так и делаю. Конечно же, раньше они были попроще, со временем приходит опыт, и, конечно же, стиль появляется какой-то, но чтобы он такой был какой-то авторский, у меня нет. Ну, пожалуй, какое-то использование полутонов в масках, такая мимика, застывшая у масок всегда моих есть. Ну, вот, пожалуй, больше я не могу ничего сказать. А какие сложности? Ну, они скорее физиологического характера, потому что, когда красишь маску или клеишь ее, это всегда резкий запах клея, далее покраски. Поэтому всегда работаю в респираторе. Как вам удается маски сделать такими живыми? Ну, скорее я бы так сказал, не мне удается сделать маску живыми, а тому человеку, который будет работать в этой маске. Если вы работали в маске, вы знаете, что если ты будешь просто стационарно стоять в маске, то это будет просто стационарная маска. С вашего позволения возьму и покажу. Если вдруг маска начинает работать, двигаться головой, если она работает пластически, то тогда, конечно же, маска живая. А если она стационарная, то это статуя. Все верно. А сколько за все время вы создали масок? Есть какой-то подсчет? Ну, я точно не веду никакого подсчета, потому что бывает гуще, бывает пуще. В последнее время я вообще отказался практически от изготовления масок. Я сейчас больше преподаю. Но если прикинуть, что в среднем я выполняю где-то 50 масок в год, 20 лет, ну, наверное, более тысячи. Более тысячи масок. Серьезно. Вы сказали о том, что вы преподаете. Расскажите подробнее. Да, вот уже 7 лет. У меня существует большая школа. Это международная школа, где я учу мастеров по всему миру делать маски. Это такой школы нет аналогов. Школа располагается на образовательной площадке. Мастера со всего мира. Очень много мастеров с Америки, с Бразилии, Дании, с Африки, объединенных Арабских Эмиратов, с Италии, Чехии. Ну и, конечно же, все наши СНГ и Россия. Это как русскоговорящие мастера, так и не владеющие со всем языком. А сколько учеников у вас? На данный момент в школе полторы тысячи учеников. То есть это такая каждодневная непростая работа. То есть я нахожусь на связи практически 24 на 7 со своими учениками. Если они задают вопросы, я отвечаю. И сейчас школа проходит лицензирование образовательное. И они уже будут получать не просто мои дипломы от Вячеслава Прошина, хотя я известный довольно-таки мастер. И всегда им было и приятно и до этого получать. Но сейчас это будут дипломы государственного образца по переподготовке. Нет страха того, что вы все-таки обучаете конкурентов? С одной стороны, может показаться, что я должен переживать об этом. Но на самом деле я всегда горжусь. Горжусь учениками, когда они присылают свои работы, когда у них, особенно в наше сложное время, появилась вторая профессия. У меня много людей, которые переквалифицировались и уже сейчас зарабатывают деньги, как бы составляя мне конкуренцию. Но на самом деле не боюсь, пока они у меня учатся, пока они мои ученики. Очень интересно, когда меня взрослые люди со стран Средней Азии называют мастер АК. Приятно. Хоть и мне уже тоже 47 лет, да, я уже дедушка. У меня есть внучка, старшая дочь мне два года подарила назад. Но тем не менее, когда я вижу Седовласову мужчину на аватарке, это очень занятно. Нет, не боюсь. А какие сейчас персонажи из тех, что вы сделали в работе? Ну, сейчас наступает Новый год. Сейчас очень много заявок. Я подготовил в школе мастер-классы по новогодним символам. Это тигр, три варианта тигра. Тигр серьезный, тигр детский и будет еще такой сумасшедший тигр, тигруля, вы знаете, да? Ну и все, что поступает, все, что по задачам, различные популярные мультгерои. Больше так. Почему-то сейчас очень пользуются популярностью шаржевые звезды. Вам роман, наверное, как связанным с индустрией праздником. Понятно это, да, что некоторые еще люди используют в своей работе вот такие вот передевашки. Для меня это не очень близко, но как для мастера интересный опыт. Я иногда делаю такие маски, делаю мастер-классы. И у меня есть и шаржевые маски Шуфутинского, Лепса. Ну, то есть вот такие вот. Так это вы все сделали. А сколько вот времени в среднем надо потратить, чтобы изготовить такую маску Шуфутинского? Вы всегда, во-первых, я всегда всем своим ученикам говорю, что маску может сделать даже новичок. Вот если у вас есть руки и есть такое качество, как аккуратность, вы обязательно сделаете маску. Потому что я всегда рассказываю, показываю, как ее сделать очень просто. С простыми лекалами, простыми движениями, я бы так сказал. У меня в среднем уходит на маску сутки, если так взять. В общем, работаю, ну, где-то дня два. У новенького мастера, ну, идет три дня. Но, тем не менее, он, я еще по своей специальности педагог, да, и для меня очень важно, чтобы ученик получил элемент успеха. То есть и когда человек получает успех, когда он мне пишет, когда он хвастается своим, может быть, еще несовершенными работами, но он чувствует, что у него все получилось, я рад вдвойне. Так что, если отвечать на ваш вопрос очень кратко, то, ну, я думаю, что день-два. Как еще проявляется творчество в вашей жизни? Ну, я такой творческий человек, ну, я театральный художник, да, и без этого никак. Я вращаюсь всегда в сфере людей культурных. У меня жена, мой, Шурин это или кто это, актер театра кукла, кукола Роман Гучик. То есть это всегда такие люди, которые подталкивают к творчеству. У меня активно развиваются социальные сети, у меня есть ТикТок, в котором миллионные просмотры. Миллионные? Просто миллионные просмотры роликов. А что вы снимаете на миллионах? Ну, я снимаю различные юмористические скетчи, у меня есть образ бабушки, образ сумасшедшего журналиста. У меня есть работы, которые набирают миллионные, как я делаю, и на глазах рождаются маски. Вау. Интересно. С сыном мы выступаем на сцене Дворца культуры, не в Тихиме, где я работаю. Много чего. Скучать не приходится. Вопрос такой. Вы сказали, что вы сейчас часто выкладываете свои работы в ТикТок, и они набирают большое количество просмотров. Скажите, а какое самое большое количество просмотров вы набирали в цифрах? У меня есть хэштег «Поролоновый папа». Если по нему ввести, там, наверное, уже более пяти миллионов просмотров моих роликов. Но самый большой просмотр ролика был, если я не ошибаюсь, но я не отслеживаю прямо, чтобы каждый день заходить, миллион был. Миллион. Да. А вы зарабатываете с ТикТока? Да, мне приходили предложения о покупке мастер-классов моих, предложения о продаже масок. То есть всегда со всех социальных сетей мне приходят предложения, ну и я переправляю уже на свою школу, и там мы с ними взаимодействуем. А предложения поступают по России, либо со всего мира? Со всего мира, то есть у меня, я еще раз заговорю, что заказчики, все очень просто. Ты сидишь у компьютера дома, ты в любой момент втыкаешь клавишу компьютера, перед тобой подробный видеомастер-класс с моими комментариями. Очень подробный мастер-класс, такой, что делает первоклассник. Я рассказываю все нюансы, все секретики, и люди работают, это все просто, и неважно, где ты находишься. У меня недавно была зум-конференция для моих учеников, у меня были по всему миру включения. То есть мне задают вопросы, Прага, дальше там Турция. Я так думаю, сижу, думаю, я сижу, простой парень в ангарской квартире, и так как-то очень даже интересно. Ну то есть современные реалии, они, конечно, открывают границы. А как же языковой барьер? Как правило, это русскоговорящие, но есть, допустим, у меня ученики, вот итальянец, у меня Джувани, я не помню там его фамилию, он у меня постоянно такой ученик. Он общается только по переводчику со мной. Иногда он пишет на итальянском, тогда пользуюсь переводчиком я. Google в помощь. А вы помните свою первую маску? Помню, это был 99-й год, если не ошибаюсь, может быть, с цифрами у меня плохо. Это спектакль, Винни-Пух и все-все-все, но неизвестно, какая маска там была первая. Может, Винни-Пух, может быть, Кенга, может быть, Зайчик. Для меня был гораздо более интересен вариант, когда я сидел, смотрел КВН по Первому каналу, и выходит актер в моей маске. Вот это было интересно. Была маска лошади. То есть команда выходит, поет с песней, он играет в маске, и я понимаю, что вот она, моя маска. То есть, ну, здорово, здорово. Ну, стоит сказать, что научиться маске, как вы уже сказали, может каждый, вот, вы обучаете, и у вас уже опыт сколько лет? Более 20. Более 20 лет. Мы видим, что сейчас у нас представлены два экземпляра. Это вот тигренок, весьма удивленный, мне кажется, будто бы что-то увидел, и динозавр. Для каких-то спектаклей они изготовлялись или просто так? Ну, тигренок был изготовлен по заказу заказчика, заодно был снят мастер-класс на него. Динозавр, я планировал тоже его использовать в своих спектаклях, но... После как бы все переигралось, и сейчас он уже тоже продан и ждет своего часа, когда отправится, по-моему, в Ленинградскую область. Ух ты! Вот знаете, я, у меня был такой период в жизни, я работал в таких масках, и есть один большой минус. У них невероятно жарко, потому что не проветривается ничего. Что-то изменилось вот за 20 лет или по-другому нельзя? Ничего не изменилось, все зависит от заказчика, так скажем, который заботится о своем аниматоре. Если заказчик заказывает притяжную вентиляцию, то вот здесь вот есть как раз она, то есть стоит кулер, вентилятор, он притягивает воздух, то тогда немножечко аниматору будет полегче. Но все равно я всегда советую всем давать 15 минут аниматору отдыхать, потому что, ну, это, Роман, если вы работали, это каторжный труд. Во-первых, это слабый обзор, вот так вот, и, во-вторых, это нужно не стоять на месте, шевелиться, это физическая активность. Ну и, ну, там жарко. Очень жарко, да. Я сам много работал в масках, все свои мастер-классы, чтобы как это выглядит на человеке, я снимаю на себе, то есть я одеваю маску, показываю ученикам, как это выглядит, как маска держится. Если хотите, сейчас одену, покажу. А вот я еще наблюдаю, что маски разные по размеру. Какая самая большая маска, да, которую вы изготовили, либо какого персонажа? У меня был заказ на, я оформлял земляду, международные игры, и мне поступил заказ больших ростовых фигур, так называемых масок, я почему говорю маски, ростовых фигур больших разных размеров. Это был шар, это был квадрат, ну, такая была задумка у режиссера, это был прямоугольник. И вот они были размером, ну, наверное, метра два с половиной в высоту, то есть вот такие вот большие маски. Сколько времени ушло на изготовление? Да, я долго тогда мучился, тогда я еще красил баллонами, был сумасшедший запах, я только за, наверное, часа три выдул порядка ста баллонов. Вы представляете, какой там был, ко мне заглянул сторож, вот так вот приоткрыл дверь и крикнул мне, ты живой? Потому что был дым, стоял, меня не было видно, тогда еще не было респираторов, ничего, я был просто замотан поролоном, так же, чтобы хоть чем-то дышать. Ну, вот такая вот была история. Выполняли самостоятельно, либо были помощники? Я работаю только один, у меня были моменты, когда мне приходилось привлекать свою семью, дочка Катя у меня помогала мне клеить маски, когда мы оформляли, не оформляли, а ставили спектакль на открытии иркутской новогодней елки. Вот тогда она тоже мне активно помогала и клеила, ну, простые такие детальки. И жена, засыпая на диване, шила снеговиков для нефтехинника. Помощники есть, хорошо. Круто, что семья поддерживает. Конечно, а как, по-другому никак. Вячеслав, спасибо, что пришли сегодня к нам в гости, рассказали столько полезностей про маски. Мы не думали, что это настолько действительно актуальный труд в наше время, что у вас есть ученики по всему миру. И, как вы сказали, сидя в Ангарске, можно обучать ребят из Австралии. Причем ребят разных возрастов. У меня есть ученики как 15-летние, так и 70-летние. Желаем процветания вашему делу. Спасибо, ребята. Я желаю тоже вашей передаче процветать и двигаться дальше. Спасибо вам огромное. Не ждите Новый год. Камчатская икра, сахалинская рыба и новинки от деликатесов Севера и Камчатки с 15 ноября в Сибэкспоцентре и арене Ермак Ангарс. Ну, как тебе маски? Мне безумно понравилось. Знаешь, куча положительных эмоций была получена. Слушай, я сразу вспомнил свою былую молодость. Я как-то работал аниматором. Мы тоже надевали эти маски на себя и привлекали клиентов куда-то. Слушай, ну там действительно было очень жарко. Но тут я заметил, что Вячеслав на совесть делает. У него даже вентилятор там стоит, чтобы воздух поступал к актеру. Это очень круто. Все продумано. Все для людей. Ну как, ты вжилась в роль тигренка? Мне понравилось. Мне кажется, тебе идет. Если бы ты так преподавала йогу, то людям было бы гораздо веселее. А сейчас встаем в позу Читуранги. Ну что ж, а у нас следом другие новости. Ну а мы продолжаем. И необычное развлечение для дайверов придумали в Гонконге. Поплавать среди черепах и сфотографировать других обитателей моря. Правда, и рептилии рыба не настоящие. Это экспонаты подводной выставки. В открытом бассейне представили фотоизображения популярных мест для дайвинга. Подводная выставка – неплохая альтернатива для дайверов. Так как ездят другие страны, для погружения у них сейчас мало возможностей. На выставке можно познакомиться с подводным миром возле разных островов Тайваня, а также увидеть изображения шести видов морских черепах. А мы продолжаем. А вы слышали, что рыбачить можно, сидя на диване? Мечта всех любителей посидеть с удочкой. Воплотить ее в жизнь удалось жителю штата Оклахома. Он построил дом своей мечты, в котором можно ловить рыбу в любое время. Пол – именно так зовут героя сюжета. Купил участок, земли и экскаватором выкопал пруд. Затем занялся строительством деревянного дома над водой. Жилище получилось просторным, с крыльцом, тремя спальнями и ванными комнатами и секретным люком для рыбалки в гостиной. Мужчина ловит рыбу сам и приглашает для компании соседей. В планах Пола построить дом на большом пруду, сделать люк пошире, чтобы ловить рыбу покрупнее. Саш, ну представляешь, как круто. То есть человек сам для себя сделал. И рыбу сам для себя выращивает, и развлечения придумал. Угу, море возможностей и пользы. Согласен. А на этом наш выпуск подходит к концу. Сегодня с вами, как всегда, была невероятная, восхитительная Александра Гайнудинова. Роман Дубровин. И мы желаем вам хорошего дня, отличного настроения. Всем пока. Гороскоп на 16 ноября. Овин, интересный для вас день. Хорошо бы распознать и воспользоваться шансом, который обещает что-то новое и выгодное. Телец. Обстоятельства изменятся независимо от вашей воли, и в ближайшие дни вас ждет важная новость, встреча или разговор. Будьте готовы к этому. Близнецы. Тщательно проверяйте детали. Все ли вы учли, не остался ли важный участок работы без присмотра. Не откладывайте на потом то, что можно исправить сразу. Рак. Ваше умение общаться с людьми поможет выбрать подходящую обстановку и компанию. Лев. Не планируйте на этот день мероприятия, где вы можете выступить против авторитета того, кто выше вас по рангу или возрасту. Дева. Покупки делайте только необходимые. Отложите посещение парикмахерской с салона красоты. Весы. Днем выполняйте все, что от вас требуется. Если возникнут сложности, постарайтесь найти конструктивный выход. Скорпион. Настрой этого дня формирует перспективы на несколько ближайших недель. Посвятив его работе, вы найдете нужное направление и зададите ритм своей активности. Стрелец. Это ответственный период, когда лучше не переусердствовать, не перегрузить отношения чрезмерными претензиями и прямолинейностью. Козирог. Что-то или кто-то может ограничить вас в планах и намерениях. Нужно быть аккуратнее в ситуациях, которые чем-то угрожают вашему благополучию. Водолей. В любви будут кипеть страсти. Даже если вам это нравится, оберегайте отношения от внешнего внимания. Не заводите интрижки. Рыбы. Не забывайте о здоровье и оставляйте больше времени для спокойного отдыха. На вечер хорошо запланировать более приятные и спокойные мероприятия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова